Святой путь и Дух Авигеи, пастор Томас Шаллер, Отец, благодарим Тебя за это собрание святых. Мы молимся за нашу миссию, за драгоценных людей в мире, которые проповедуют Евангелие и служат. Они как Авигея. Благослови эти мысли в нашем сердце. Мы молимся за нашу страну. Обрати нас к Христу. Обрати многих и многих к Иисусу Христу. Спасибо. Мы нуждаемся в этом, потому что люди живут без надежды, без якоря, без направления. Есть только плоть, неверие и страх. Нам нужен высокий путь, лучший путь. Спасибо. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь. Мы сейчас будем читать Библию. И думаю, что эта проповедь будет короткой, но мы скажем очень важные вещи. Итак, книга Исаии, 35 глава. Стих восьмой. Для этого стиха есть пророческий исторический контекст. Конечно, это произойдет, и будет высокая дорога, идущая в Иерусалим. Также существует высокая дорога сейчас для нас. Это не физическая трасса, но духовная, высокая дорога. Восьмой стих. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. О, как хорошо. Путь святой. Есть путь нечестивый, путь смерти, путь лжи, путь развращения. А этот путь, путь святой. Нечистый не будет ходить по нему. Нечистый, ты не можешь идти этим путем. Почему я не могу этим путем? Я хочу идти. Потому что это высокий путь святости, а ты нечистый. В Ветхом Завете прокаженный должен был громко говорить. Нечист. Нечист. Таким образом, он предупреждал людей. Здесь все по-другому. Вы чисты. Как я сделался чистым? Христос очистил нас. Иоанна 15.3 Как ты сделался чистым? Святость Божья сделала меня чистым. Будьте святы, как я свят, говорит Господь. Кровь Иисуса омыла наши грехи. Как в этой песне поется? Что может смыть мои грехи? Ничто, кроме крови Иисуса. Что может сделать меня снова святым? Ничто, кроме крови, ничто, кроме крови, ничто, кроме крови, крови Иисуса. Нет, ты не можешь ходить этим путем. Я могу, я могу, я святой, я чист. Восьмой стих. Нечистый не будет ходить по нему. И путь по ней назовется путем святым. Далее. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Для кого это? Это странники и пришельцы. Они люди веры. Они люди на миссии. Они идут в определенном направлении. Они следуют за Иисусом. Иисус говорит, следуй за Мною. Ты чист. Ты следуешь со Мною. И следующая часть. Восьмого стиха. Идущие этим путем даже неопытные. Я сейчас встану и притворюсь или покажу, что я неопытен или глупый. Да, я неопытен. Я знаю это. Но я стою на высокой дороге святости. Несмотря на то, что я неопытен, я мудр. Несмотря на то, что я грешник, я чист. Где ты идешь? Я иду по высокому пути святости. А что это за путь? Восьмой стих. Мы продолжаем. Идущие этим путем, даже и неопытные не заблудятся. Невероятное противоречие и благословение для нас. Вы не представляете, насколько я неопытен и глуп. Я понятия не имею, что происходит. Но вы не видите этого во мне. Потому что я не ошибаюсь. Каким-то образом я принимаю правильные решения. Моя жизнь идет правильным путем. Почему у тебя такая власть в жизни? Потому что я иду высоким путем святости. Я не говорю так в отношении самого себя только. Я говорю так в отношении всех нас. Пастор Мэтт сказал, что Давид идет неправильным путем. Он собирается убить Навала. А Вигея, она как церковь, которая вышла навстречу Давиду. Она говорит, не делай этого. Тебе не нужно идти этим путем. Бог разберется с Навалом. Давид ответил, спасибо за то, что ты поправила меня. Мне нужно было это наставление. Мы идем путем святости. Я хочу сказать, что нам нечем хвалиться в отношении себя или наших дел. Мы говорим больше о высоком пути, нежели о себе. Мы говорим, Бог послал Авигею. Девятый стих. Льва не будет там. Мы читаем в Писании, что дьявол, как рыкающий лев, но его там нет. Первое Петра 5,8. Противник наш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Может ли он взойти на этот высокий путь? Нет. Писание говорит, нет. Иисус находился в этом мире. Дьявол мог взять Его на крест только с разрешения Его Отца. Дьявол не мог прикоснуться к Иисусу до определенного часа, когда исполнится воля Божия. До этого момента дьявол не мог прикоснуться к Нему. Евангелие от Луки в 4 главе. Они хотели сбросить Иисуса со скалы, но Иисус прошел посреди них. Лев не может ходить этим путем. Дьявол искушал Его в пустыне 40 дней, но Иисус ходил высоким путем святости. У Него была власть над дьяволом. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Мы нашли другой путь, путь жизни. Он заостряет нас. Псалом 27,17. Железо железо острит или заостряет. И человек изощряет или также это слово заостряет взгляд друга своего. Абигея встретила Давида, и она заострила его. Давид получил мысли из ума Христа от Абигея. Он был остановлен. Притча 6,23. Ибо заповедь есть светильник, и наставление свет, и назидательные поучения путь к жизни. Мы всегда получаем наставление. Когда мы едем на машине, мы всегда получаем наставление от знаков, от спидометра, от приборов, от зеркал заднего вида. Не нужно быть очень внимательным за рулем. Также мы живем свою жизнь как верующие. Мы должны ходить осторожно. Ефесянам 5,15 стих. Мне нужно, чтобы меня встретила Абигея, поговорила со мной. Есть время, когда я получаю совет от Абигеи, которая знает, как устрояется дом. Притча 14,1. Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Давайте продолжим. Девятый стих. Льва не будет там. И хищный зверь не войдет на него. Что это за хищный зверь? В иудейском законе было такое поверье в отношении того человека, которого убивает лев или медведь, или хищный зверь. Это проклятие. Проклятием было то, когда человека убивал хищный зверь. Так происходило в те времена. На Ближнем Востоке обитали две дикие звери в Израиле. Здесь говорится, что хищники не могут ходить по этому высокому пути святости. У Иисуса была власть над ветром, над морем, над демонами. И Иисус пророчествовал о том, что будет происходить в наших сердцах. Он видел, что будет происходить в наших сердцах. Будьте очень дисциплинированы в вашем уме, когда депрессия, страх хотят завладеть вашим умом. Если ваш ум пассивен, вы можете оказаться под властью этих проекций и идей. Не делайте этого. Будьте очень целеустремленными в вашем сердце, в вашем уме, в отношении того, что вы читаете, что видите, о чем думаете. Вы молитесь, ожидаете от Бога, и железо, железо острит. Представьте, когда Иисус говорит с нами, как Он заостряет нас. Он может сказать, помнишь ли ты, помни жену Лота, или берегись за кваски фарисейской и саддукейской, или встань, пящий, и оживит тебя Христос, или как вы не могли молиться со мной одного часа. Придите и отдохните, ибо много было приходящих. Как замечательно его наставление. В нас Дух Святой, кто говорит мыслями Иисуса Христа, Его сердцем, и в Его цели. Это не та же самая личность, но те же самые мысли и цели. 9 стих, продолжаем. Птичного зверя не найдется там, а будут ходить искупленные, и возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным. Куда возвратятся? Это на Сион. В Иерусалим, город Давидов. Кто возвратится? Кто придет? Остаток, избавленный Господом. Они пойдут по этому высокому пути. Это будет буквальная высокая дорога, которая будет везти в Иерусалим во время Тысячелетнего Царства. Мы ходим этим путем сейчас. Мы ходим духовным, высоким путем. Мы не такие, как этот мир. Мы другие. Помните, Мэтт сказал в своей проповеди о Навале. Имя этого человека Навал, что означает глупец. Очень интересное имя, чтобы им назвать младенцем. Представьте себе, рождается младенец, родители смотрят на него и называют его «О, это глупец!» Имя Навала означает именно это. Ути-ути-ути, маленький глупец. Знаете, мир таков, как Навал. И Навал говорит так же, как этот мир. Кто такой Давид? Не знаю, кто такой Давид. Я не знаю, откуда он. Многие рабы сейчас бегают от своих господ. Для меня его слова ничего не значат. И он для меня пустое место. Этот мир так думает об Иисусе Христе. Кто он такой? Я не знаю Иисуса. Он мне не интересен. У Навала была жена Абигея. Она была мудрая женщина. Она различила опасность. Она картина церкви. Церковь женского рода. Она невеста Христа. Глава церкви Христос, а мы его тело. Есть аналогия наших взаимоотношений с Иисусом Христом. Он лоза, а мы его ветви. Он пастух, а мы его овцы. Он глава, а мы его тело. Он краеугольный камень, а мы камни. Камни храма Господня. Абигея увидела опасность и пошла навстречу Давиду. Нам нужно, чтобы кто-то поговорил со мной и наставил меня. Мне нужна высокая дорога праведности, чтобы идти по ней. И 10 стих говорит, «И возвратятся, избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головой их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся». Мир нуждается в радости и веселье. Мир нуждается в чистом чувстве юмора, в легкости, в радости от Бога. Почему у меня нет радости? Может быть, потому что я живу во грехе. Когда я живу во грехе, я горчаю Духа Святого и теряю мою радость. У Бога есть высокий путь праведности, где обитает радость. Я исповедую мой грех, и Господь очищает меня от греха и дает мне свою радость. Я прощен. Псалом 31. Источник нашей радости в том, что мы прощены. Я прощен за каждый грех, который я когда-либо совершил. Я назван именем Бога. Бог мой Отец. Иисус Христос мой Спаситель. Дух Божий в этом мире, чтобы я жил совсем по-другому. Жил, поверив Бога. Очень много людей живет в своих чувствах, в своих рассуждениях, в своих мнениях и идеях. посмотрите на Фейсбук и другие социальные сети, в которых люди говорят о том, что они думают. Это очень низкий уровень. Очень низкий уровень. Там нечистота, там реакция, там эмоционализм и бесконечные мнения. Как будто мир крутится вокруг них. Давид идет, чтобы убить навала. Это то же самое, что я говорю через социальные сети. И это попало в социальные сети. Абигея выходит навстречу Давиду и говорит, Давид, не делай этого. Это ниже твоего достоинства. «Послушай, Давид, ты помазанный царь, будущий царь Израиля. Ты особенный человек. Давид, не делай этого». Давид поблагодарил ее, вернулся домой и через 10 дней на вал умер. Его сердце стало каменным и он умер через 10 дней. Думаю, что так произошло с Аль Капоне. Он был боссом мафии в Чикаго. Ему было в районе 40 лет. Могущественный, талантливый. Он вошел в кому и умер от удара. Вы изучали этот вопрос? Знаете что? Этот мир находится на другом пути, пути беспокойства. Абигейя знает что-то и она строит свой дом. Она картина церкви, дома, который строит Бог. У Абигея есть послание Давиду, а Давид верующий, которому нужна ее помощь. Мне нужна помощь. Мне необходимо, чтобы меня заостряли. Мне нужен пророк, нужно послание, нужен пастор, открытая Библия. Я бы никогда не жил так, как я живу сейчас. Я неопытен, вы только посмотрите на меня, с одной стороны. Но с другой стороны, мои стопы стоят на высоком пути святости. Там даже неопытные не заблудятся. Это не значит, что я не буду делать ошибки. Это значит, что если я упаду, я встану и буду идти тем же путем. Если я упаду семь раз, то семь раз поднимусь в притче 24-16. Это высокий путь, он так хорош. Я желаю быть на этом святом пути. Я желаю быть в общении истины. Я желаю быть вместе с смирением. Я желаю идти по вере, где я не все понимаю, но Бог с нами, и Он дает нам вечную радость. Исайя 55-12 говорит, что даже деревья будут нам рукоплескать. Даже мир природы, которым мы восхищаемся, прославляет Бога. Даже моря ревут во славу Бога. Ю Джей Питерсон пастор, удивительный муж Божий. Его жена рассказывала о том, что он выходил на прогулку по лесу на 4 часа. Он не разговаривал ни с кем до обеда. Он говорил, что мир природы очень чувствительен Богу. Деревья говорят, вода говорит, птицы поют. Мир природы наполнен восприятием от Бога. Деревья рукоплещут, рыбы говорят. И вы понимаете, о чем я говорю. Исполненный духом мужчина и женщина, они живут совсем другим путем. Навал очень богат в этом мире, но очень глуп. В его доме много что происходит, но он пустой. Очень скоро его сердце превратится в камень, и жизнь закончится. Мы с вами были посланы в этот мир именно для этого времени. По-настоящему у нас еще не было трудностей и проблем в этом году. У кого-то был сложный год, но послушайте, что я хочу сказать. Когда пришла испанка в Европу, 50 миллионов человек умерло. сейчас все совсем по-другому. У нас есть наша свобода, есть наши Библии, наша вера, и самая важная наша радость, любовь, видение, миссия. С нами наши пожилые люди, драгоценные для нас. С нами наши дети и внуки. У нас есть христианская школа, у нас есть наша страна, и мы все проходим через трудности и вызовы. Мы идем высоким путем святости. Дьявол карабкается и хочет взойти на него и поглотить святых Божьих. Бог говорит, сбросьте его вниз, убирайся. Ты не можешь войти на этот путь. на этом пути происходит что-то от Бога. Людям нужна радость, нужно послание, нужна любовь, ободрение. Им нужна семья и чье-то лицо, которое будет заострять их лицо. Им нужна забота и доброта. Люди нуждаются друг в друге. Нам нужна радость наших друзей. нам нужна авигея, который выйдет мне на встречу и скажет, не делай этого. Наши приношения упали. Давайте будем заострять нашу веру. Давайте будем доверять Богу в финансах. Некоторые из нас подпадают под влияние своего настроения. Мне нужна радость. Мне нужен смех до боли в животе. мне нужно тело Христа и также авигея, который выйдет навстречу мне и которая скажет мне слово. Давайте мы с вами в заключении откроем еще одно место писания. Послание к Галатам, 6 глава, 1 стих. Кеннет Уист очень хорошо разобрал этот стих. Итак, Галатам 6.1 Братья, если и впадет человек в какое согрешение. Слово согрешение означает ошибка. Это может быть то, что я не хотел делать, но это произошло. Я сделал это от недостатка мудрости из-за определенных событий. Я оказался в неправильном месте. В неправильное время с неправильными людьми. 6 стих. Вы духовные. Думаю, что так часто происходит в теле Христа. люди спотыкаются и захвачены своим падением. Они недоумевают, как это произошло. И 6 глава 1 стих говорит, «Вы духовные исправляйте такового в духе кротости». Слово «исправляйте» на греческом означает «примирение», «поставить на место сломанную кость», «поставить сустав на свое место». Когда кто-то впадает в какое-то согрешение, он должен быть восстановлен. Доктор занимается тем, что ставит на место сломанную кость. Он должен быть очень нежен, но в то же самое время тверд, потому что это нужно исправить в ближайшее время, чтобы не стало хуже. Когда наш брат или сестра пали, они должны быть восстановлены. А Вигея вышла к Давиду и выпрямила его путь или поставила его на место, потому что он собирался обезглавить Навала. Он был поправлен. И буквальное значение слова «исправляйте таково». Павел говорит о рожденном свыше верующем, о мытом кровью Христа, члена тела Христа, который соединен с головой тела со Христом. Этот святой согрешил. и его общение с главой не находится на должном уровне. Это похоже на плечевой сустав, который вышел из своего места и не находится в правильном состоянии в отношении всего тела. Этот святой остается членом тела Христа так же, как сустав остается членом тела Христа. Когда сустав находится в таком положении, то рука не может действовать Со всем телом. То же самое, когда верующий находится в таком положении, он не может действовать со всем телом Христа. Вы, духовные, восстанавливайте такового. Мы не полицейские, которые всякий раз поправляют друг друга и делают замечания. Мы духовные люди, которые заботятся. Это слово ободрения. Мы не вмешиваемся в личную жизнь верующего. Мы люди веры. У нас есть слово мудрости. Мы способны дать хороший совет. В церкви так должно происходить. У нас есть тенденция быть небрежными и забывать, уходить, исчезать. Не оставляйте собрания своего, потому что мы видим приближение Дня Оного. Нам нужно собрание. Мы идем высоким путем праведности. И у нас очень важное послание людям вокруг нас. Аминь. Помолитесь со мной, пожалуйста. Пасторы, я прошу вас, после молитвы, выйти вперед, чтобы помолиться за нуждающихся. И сейчас мы обращаемся к неверующим в Иисуса Христа. Если вы еще не верите в Иисуса Христа, придите к Нему сейчас. Вы скажете, я не все понимаю. Это ничего. Бог обучит вас. Приходите к Нему как есть. Да, но я еще недостаточно свят. Я не готов. Мне нужно навести порядок в своей жизни. Оставьте это. Вы никогда не наведете порядок в своей жизни. Придите к Иисусу по вере. Как тонущий человек в море, вы не можете спасти себя. Вам нужен Спаситель. Сегодня ваш день спасения. Вы не знаете, что принесет в завтрашний день. Придите к Иисусу сегодня. Придите к Иисусу по вере. Придите к Нему. Библия говорит в книге Откровения 21, что неверующий не войдет в святой город. Боязливый не войдет в этот город. Убийца, лжец, оскверненный не войдет в святой город. Придите к Иисусу сейчас. Он спасет вас, простит вас и даст вам новое рождение, рождение Дитя Божьего. Тогда вы войдете в святой город. Скажите Иисусу, я верю в тебя, Иисус, ты нужен мне, спаси меня. Аминь. Аминь.